В-третьих, с широким распространением телевидения и интернета, как отмечают учёные, связана и такая проблема, как проблема исчезновения детского любопытства. Ведь мы всегда знаем, что детский возраст от двух до пяти – это период постоянных «почемучек». Они постоянно задают вопросы «а почему?», «а зачем?», «а для чего?» мучают нас. Иногда мы даже не отвечаем на эти вопросы. Но это как бы заложено природой. Они только познают этот окружающий мир, им это всё интересно. Что же здесь получается? И, конечно, основным авторитетом раскрытия загадок окружающего мира, в познании незнакомого, непознанного для ребёнка является взрослый. Но телевидение всё меняет ровно на 180 градусов. Дети начинают ориентироваться не на авторитет взрослых. Они начинают ориентироваться на информацию, которая поступает непонятно откуда. И в результате детское любопытство сменяется когда-то цинизмом, а когда-то самонадеянной заночьегостью. Что вы там знаете? Вот я видел, а вот я слышал, а вот я прочитал. В-четвёртых, поток информации с телеэкрана намного превышает возможность ребёнка воспринимать её и самостоятельно обрабатывать. Малыш выхватывает то одно, то другое из потока информации, который льётся с телеэкрана. И часто не может это согласовать с текстовым сопровождением. И как следствие, его мозг работает отрывочно, ассоциативно. В такой ситуации ребёнок формируется как инструмент пассивной мыслительной деятельности. Он просто воспринимает. Вот идёт информация, он воспринимает, воспринимает её пассивно. И не способен на активное творческое мышление становиться. Согласно социологическим исследованиям, проведённым учёными ряда стран, ребёнок, выросший в таких условиях, во взрослой жизни постоянно ждёт, что необходимая информация поступит ему извне. То есть у него нет активности, у него нет творчества. Он не способен самостоятельно генерировать собственные идеи и суждения. И более того, он не имеет к этому и желания. Но что-то другое у него формируется. В частности, критическое отношение к окружению, склонность к осуждающей оценке обстоятельств. Вот это проявляется достаточно сильно. А ведь творчество и воображение, они очень важны для ребёнка и для человека. И способность ребёнка фантазировать, создавать альтернативные сценарии, исследовать другие реальности, в конечном счёте, даёт мозгу потенциал, чтобы мыслить шире. И когда он вырастет, в сложных ситуациях, в нестандартных ситуациях, самостоятельно находить выход. Но графическая революция, она даёт готовую картинку, готовый сюжет, готовых персонажей. Вспомним с вами, когда мы читаем книгу, у нас целый мир в голове формируется. Мы видим и героев, и как они выглядят, как они одеты, какое у них выражение лица, в какой комнате они находятся, какая природа вокруг. Но этого наш мозг постоянно загружен, наш мозг работает. Но когда мы смотрим телевизор, зачем мозгу работать, когда всё дано? То есть получается, что мы сами выключаем мозг своего ребёнка. И ещё одно следствие влияния телевизионных технологий на ребёнка. Все вы, конечно, слышали о таком очень распространённом в настоящее время явлении среди детей, которое медики и психологи называют синдром гиперактивности и дефицита внимания. Детей с подобным синдромом с каждым годом становится всё больше и больше. И учёные склонны считать, что одной из важных причин этой ситуации, детской невнимательности, является именно эффект мелькания. Эффект мелькания, который даёт нам телевидение. Быстрая, неожиданная смена картинок на экране, она дестабилизирует внимание и сосредоточенность ребёнка. Ребёнок становится таким же импульсивным и неспособным концентрироваться на каком-либо занятии. Ему необходима постоянная внешняя стимуляция, которую он привык получать с экрана. Исследователи свидетельствуют, что дети, которые регулярно потребляют продукцию электронных средств массовой информации, отличаются следующими особенностями. Мыслят быстрыми и готовыми ассоциациями. Ставят поверхностные вопросы и не очень-то заинтересованы в ответах на них. У них нарушается развитие воли, поскольку ребёнок всё время сидит перед экраном и не может действовать активно-подражательно, как ему и положено в этом возрасте. Кроме того, после просмотра телевизора или игры на компьютере идёт агрессивная и неупорядоченная разрядка накопленной и неиспользованной энергии. Важно помнить, что то, что окружает ребёнка в детстве, то определяет всю его последующую жизнь. Хочется ещё несколько слов сказать и о таком явлении, как компьютерные сети. Это величайшее изобретение человечества, глобальные компьютерные сети. Оно также хранит очень много потенциальных угроз для развития ребёнка. В книге Гарри Смола «Как пережить технологическое изменение мозга» автор пишет, «Поскольку интернет уменьшает способность концентрироваться и созерцать, то мышление становится отрывочным, чтение – поверхностным. Пользователи лишь по диагонали просматривают заголовки и аннотации. А зоны мозга, отвечающие за абстрактное мышление и сопереживание, практически атрофируются». Вдумайтесь в эти заключения, мы ещё к аналогичным исследованиям с вами подойдём. Зоны, ответственные за самое большое, самое высшее, что у нас есть, абстрактное мышление и сопереживание практически атрофируются. «Интернет создаёт лишь иллюзию доступности информации и технической оснащённости», говорит автор монографии «Происхождение мозга», российский учёный Сергей Савельев, сотрудник научно-исследовательского института морфологии человека, Российской академии медицинских наук. Итак, Сергей Савельев продолжает. «У так называемых цифровых аборигенов нагрузка на мозг непрерывно снижается. Даже от программистов сегодня не требуется того интеллектуального уровня, который необходим им был 10-15 лет назад. Они пишут программы, как складывают кубики. Интеллектуальная деградация в таких условиях гарантирована». Формирующаяся теле и интернет-зависимость меняют не только способности и психологические качества человека, она меняет даже мозг человека. Группа китайских учёных из Центра магнитно-резонансных исследований города Ухань сканировала мозг 17-ти взрослых людей, у которых была выявлена интернет-зависимость. И сравнила их с аналогичными результатами тестирования 16-ти здоровых людей. Эти результаты выявили поражение белого вещества головного мозга в областях, отвечающих за эмоциональную обработку данных, принятие решений и когнитивный контроль, важнейшие зоны, недоразвитие. Аналогичные изменения белого вещества головного мозга были зафиксированы, в частности, и при употреблении алкоголя и никотина. То есть интернет и телезависимость разрушают мозг ничуть не хуже, чем алкогольная и никотиновая зависимость. Исследования медиков убедительно показали, что у тех, кто проводит в интернете много времени, быстро развиваются две области головного мозга. Первая область – это часть головного мозга, которая отвечает за кратковременную память. И вторая – это центр ответственности за принятие быстрых решений. Однако недоразвитыми оказываются те зоны мозга, которые ответственны за детальный анализ, глубокое продумывание проблемы. По существу эти зоны мозга остаются без нагрузки. В конечном итоге интернет-зависимые люди превращаются в импульсивных людей, не способных к интеллектуальной деятельности. Уже упоминавшийся нами Гарри Смол в своей книге «Как пережить технологическое изменение мозга» пишет, поскольку интернет уменьшает способность концентрироваться и созерцать, то мозг со временем начинает ожидать постоянного поступления информации в том виде, в каком его распространяет сеть, в виде стремительного потока частиц. Мышление становится отрывочным, чтение – поверхностным, и в итоге люди превращаются в простых расшифровальщиков информации. Однако в скором времени, продолжает Гарри Смол, люди станут более рассеянными и не смогут концентрироваться на самых важных делах или долгое время заниматься одной какой-либо важной проблемой. Станет обычным фактом поверхностное восприятие нового, неумение сосредотачиваться на чём-то определённом. В заключении хочется сказать, что развитие культуры, духовности, интеллекта, науки – это вопрос будущего любой страны. Не может существовать государство, если не будет способствовать развитию духовности, культуры и интеллекта своих граждан. Не сможет государство, любое, каким бы оно богатым ни было, лишь деньгами или военной силой, тем более диктатурой власти, укрепить свои позиции в стране и в мире. Вопросы культуры сегодня переплетаются с вопросами политики и национальной безопасности. В современном мире истинное могущество и будущее страны определяют не ресурсы, не производительные силы, а в большей степени наука и искусство, духовность нации. И пусть наши дети завтра будут среди тех, кто конструирует новые полёты в космос, пишет замечательные картины, создаёт новые произведения искусства, украшает нашу Землю. Но для того, чтобы это всё случилось, сегодня нам, наверное, надо просто выключить телевизор. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ